доброе утро дорогие мои с вами народный батюшка и вы на канале приют ангелов у нас очередной обзор ваших комментариев и я хочу сначала вас за них поблагодарить потому что огромная идет от вас духовность когда вы ну ведь благодарите меня когда вы рассказываете о том что с вами происходит и когда вы рассказываете о чудесах которые творит господь с вашими ближними или с вашими знакомыми но еще больше меня радует то как вы своими комментарии помогаете друг другу тут меня сегодня опять кто-то обвинял что я не вижу ответов на комментарии я даже благодарности батюшки не вижу за то что здесь оставленных комментарий действительно не успеваю вот не знаю чего человек хотел таким комментариям но я зато вижу как кто-то задает вопрос я не успеваю на него ответить кто-то из вас отвечает и это очень большая помощь спасибо единственное что я вас прошу отвечайте в духе приюта ангела то есть считайте себя ангелом которому нужно что-то сделать что-то помочь человеку обращающемуся то есть никаких унизительных никаких оскорбительных никаких претензий человеку в своих комментариях на его ответ пожалуйста не оставляйте как в принципе и на мои ролики я не допускаю никаких оскорбительных унизительных комментариев те кто хочет покритиковать покритикуйте как ангел что бачка вот то-то тут у вас не так так то так то вы ошиблись я ошибся в ролике про историю дня единства назвав отцом михаила романова никиту романовича захарьева юрьева а это его дед так так человек целый вот такой оставил комментарий еще о том как здесь все глупости говорятся что видите какая ошибка значит все остальное туфта бегите с этого канала и так далее ну уж и нельзя понять что человек идет по дороге не сидит вот так с суфлером перед экраном и не смотрит из головы вытаскивает ту историю которые не его специальность это вот просто держится у меня как дух русский внутри вся эта история и может ошибиться нет давай его отругаем ну и естественно я отправил этого человека в бан на этой неделе всего пять человек ушло в бан за оскорбление за попытку оскорбление меня за оскорбление кого-то окружающих там пишут ты дура чего ты вот зачем вот как можно например в жизни подойти к человеку не на то что он где-то написал там в комментариях ему сказать в глаза ты дура зачем ты такое пишешь ты сначала почитай евангелие там и все остальное мы же не можем этого сделать в реале ну это просто неприлично это это сам чек который это сделал кто кто он такой человек а почему-то в комментариях они иногда считает что это можно сделать ладно это все присказка сказка впереди начинаем ваши комментарии обсуждать светлана пичугина умнички ссылочки свои оставьте пожалуйста это там где говорят об анамии врачи ну ксении в основном объясняют что такое анемия и они не оставят здесь ссылочек они сюда не ходят это я беру с инстаграма у ксении вот эти прямые эфиры сюда переношу вот в таком виде и даю вам как огромная помощь поэтому там я оставляю их визитки на экране видно в инстаграме их имена идите туда и там можете все смотреть с ними общаться и так далее здесь они не придут и ничего вам не оставят это им некогда вот там огромная деятельность идет в инстаграме и здесь к сожалению светлана не дождешься ссылочки иди в инстаграм иван замятин единственный христианин который я смотрю и понимаю потому что он говорит ясные вещи без религиозной шизофрении уважение молодец батюшка спасибо иван я действительно стараюсь простым языком разговаривать вернее естественным языком разговаривать потому что он простой то и в церкви может быть простой язык но он там усвоен как определенная лексика такая возвышенная высокий стиль называется это в литературе и он набрал определенных слов там состав значит определенные фразы и так далее там подобное и в церкви он необходим точно так же как одежда священника как кадила как какие-то украшения церкви и так далее это слово это вот это слово но соответствует тому церковному действию которые происходят в храме но к сожалению многие священники не имеют гибкости вот этого лексического перехода из одного человека в другого человека значит где то же самое можно объяснять простым языком простым языком я там в какой-то степени талант я же и писатель и и поэт и блогер и много говорю и мне не трудно в церкви разговаривать церковным языком с вами обычным простым языком и мне это нравится это раз во вторых я так понимаю что это уважение то есть я бы тоже мог сделать какие-то такие фразы сложные чтобы вы меня больше уважали или говорить как-то начал по особенному чтобы вам было удивительно что он так говорит он наверное особой духовности но я не считаю это нужным потому что не считаю нужным себя возвышать перед вами и наверное те кто уже следит давно за канал поняли почему поняли почему я неоднократно объяснял что я исхожу из того что человек каждый кто пришел это святой человек вот вы удивитесь как как это святой человек вот кто пришел а как нам заповедано в любом человеке который к вам обратился видеть господа господа видеть не так ли он говорит я стучу с ваши двери я стою перед вами я прихожу к вам а если мы видим в каждом человек господа то мы видим какого человека естественно святого вы же не представите что вот пришел значит тут весь заморашка грязный там или в тупой или еще какой-то там весь грешный сейчас я с ним разберусь или еще что к вам пришел бог а бог святой и поэтому как с богом нужно разговаривать но обязательно прежде всего уважительно или по-простому он предлагает вам вот такую лексику у него 7 7 7 антический ряд его и фразеологии такие но и вы должны также разговаривать то есть я считаю что это уважение когда разговариваешь обычным языком с людьми которые святые и исходя из того что все святые я что вижу дальше что у этого святаго есть проблема у него какая-то болезнь появилась но вот смотрите вот спортсмен например я увидел большого олимпийского чемпиона у отца и она ники я однажды он зачем туда приехал уже здоровый человек здоровый так вот здоровый человек может заболеть может он сломал в очередной раз ногу тоже шейку бедра ему очередная операция тогда но он осознал что в него у здорового человека может быть больная душа может и он приехал подлечить и душу операцию мы сделали в клинике врачи а душу ему священник так и я я понимаю так что какой бы человек не пришел он изначально был здоровый его родили родители святым человеком но потихонечку не набираются вот какие-то вот болячки но если их убрать то они тоже становятся эти люди святыми как господь и делал вот апостол вот в него есть проблемы он их своим словом снимает эти проблемы и апостол кем становится опять святым могут ли быть у святых какие-то проблемы могут могут ли быть святые немножечко с грехом могут помните адам и ева искусились то есть ема сняла яблоко угостила адама к ним обратился господь в какой момент сколько времени они были в этом искушении ожилил в раю жили в раю господь их решил вылечить осознают ли они что они согрешили и спрашивают еву адама адам что ты сделал а он что его меня искусила и этот период грешности был у людей в раю и он излечим поэтому я еще раз повторяю я исхожу из того что люди все святые вы все святые но у вас иногда появляются грехи которые нужно подлечить и таким образом исправить и вы опять святые как как в принципе любой поход в храм вас делает святым потому что святая святым вы подошли к чаше и причали стилис и все и вы святой а дальше что а дальше уходите и набираете в себя вас искушают бесы тут где-то вопрос как раз был а почему святые а бесы на них нападают так это так и надо они хотят вас выбить все время из святости все время сказать не вы грешники и куда вы не денетесь без денег вы не проживете без значит а без ну в общем они искушают вас в свою сторону и это нормально так что спасибо иван замятин двигаемся дальше на талия перегудова спаси господи дмитрий маслов доброе утро вы правы батюшка как выживает кто выживет тот будет святой но это вот продолжение сейчас по и проповеди о том что в общем то все святые но немножечко попали в грехи и они исправятся если поймут что жизнь хрупкая штука что ее маленький такой вот вирусочек может уничтожить напрочь и ничего с ним не поделаешь так как вам заказать ольху нина берюкова ни никак в этом году нет урожая ольхи себе я конечно набрал пару горсточек больше нет зато очень много сережек ольхи то есть весной будет очень много сейчас они еще не зрелые не собирать если увидите сережки они длинники они сейчас пустые вот а шишек я не нашел в этом году их очень мало это случается раз в пять лет например примерно так в этом году случилось татьян колесник вот это просвещение спасибо большое бачка ну я стараюсь вас утешать чтобы вы больные там не унывали выжили значит будет все хорошо здравствуйте отец михаил марина ты здравствуйте от михаил подскажите тем можно заменить полынь если аллергии на нее сильные марин не знаю в принципе не может быть сильной аллергии на полынь вот на пыльцу полыни который когда цветет и попадает в нос другое дело потому что это другое свойство а просто полынь не может вызывать аллергию поэтому снести количество потребления начните с одного грамма например но в принципе вещество основное вы посмотрите в интернете основное вещество в полыне она в принципе я уже объяснял встречается во всех лекарственных травах которые работают как токсины как токсины то есть ромашка пижма значит ну все горькие травы и в них это вещество есть только в другом количестве в другом составе пейте ромашку она будет заменять полынь но только количество уже нужно другое не такое как у меня вообще надо понять зачем вы тогда пьете это полынь и и надо понять что аллергия это излишнее восприятие какого-то внешнего фактора организма то есть у вас не от недостаточности все аллергии происходит а вот излишнее это так называемый ну сейчас вот закрепилась такое название цитокиновый шторм когда вот это проявление антивирус насти так можно сказать или иммунитета слишком сильные слишком сильные вот здесь маленький штормик цитокиновый когда это аллергия но почему так реагирует и на полынь ли это реагирует это неизвестно неизвестно то есть здесь надо понять от откуда у вас такая сильная ответ такой сильный ответ и он может быть это я вам вот уже как психолог специалист говорю он может быть от вашего напряжения и ожидания болезни то есть вот большинство аллергий от ожидания того что что-то случится вот от страха когда они что-то едят то есть вы своими мыслями уже напрягли свой аппарат иммунный и уже дальше любое все что вы не приняете может оказаться вам аллергия если вы придумаете что вам аллергийный скажем например чистая вода у вас будет аллергия на чистую воду вот тут самое главное а на что вы подумали и всего скорее с той же полыни вы где-то читали читали и где-то наткнулись ой на нее может быть аллергия может быть аллергия как вы только напугались так у вас не может быть а даже будет аллергия она может быть не всегда проявится но тем не менее так что то у нас не заметил тут микрофон от него шерсти и залезла в экран стало посветлее надо стрижечку микрофона сделать так что если вы закрепите в себе вот этот страх марина мария то интересно что он может переходить он у вас живет как некий стимул в вашей жизни и поэтому сейчас вы исключите полынь потом что-то на другое будет бояться потом третье что-то аллергия будет развиваться вам нужно исключить страх то есть аллергия это проявление на страх как только исключите проявление на страх так все будет потихонечку восстанавливаться не напрягайте свою свой организм не ждите что всякая ерунда может его убить поэтому то вера и помогает вот так все промысел божий вот и так далее то есть вот эти все они в конечном итоге снимают определенное количество страхов и я не могу у меня нет такой конечно статистики что верующие меньше болеют аллергии но боятся они меньше точно так что помоги вам господь подберите еще раз повторяю почитайте основное вещество полыни и найдите в каких растениях оно есть так ольга иванова благодарит что спасибо огромное успел на прямой эфир ксении а тут такой подарок я выставил эти прямые эфиры но я не все выставляю что у ксении есть еще раз вам повторяю конечно на сейчас один из ведущих специалистов вот по аномиям по вот таким аллергиям и все остальное очень много всего кончила у нее много всяких и практик потому что она работала и в рдкб димы рогачева где с раковыми детьми ну в общем лучше идите туда закрепитесь там в инстаграме и у нее там чаще и больше всего увидеть я уж только самое самое вытаскиваю алексей пушков все в этом мире делается по промыслу создателя эта беседа попала мне нам в свое читайте нужное время низкий поклон александр пушков александр я вижу ваши комментарии очень благодарю очень умные всегда комментарии и в этот раз очередная радость для меня что вы вот так про комментировали время до тяжелые и нужно утешать друг друга нужно помогать друг другу нужно каким-то образом все таки быть единодушными в это время спасибо вам за классные советы комментарии за появление солнышка дочки здоровья вам всем да классный да молодец она она очень глубоко изучает так всем духовного и телесного здоровья у михаил спасибо вам так лилия на на ролик был ли я экстрасенсов хорошо что вы приняли решение об этом поговорить развиваться надо в этом и школа создавать детей учить жаль что вы ушли в модель священничества может как ученые вы больше бы принесли знаний в мир лилиан ну вот я еще раз повторяю там было больше фокусов чем каких-то вот всех этих действий для того чтобы действительно изучать все это и быть в совете инженерных сообществ такое было у нас в стране которая все это изучала на глубоком лабораторном уровне и все остальное да очень жаль что перестали это изучать или ушло это в глубокое подполье тем не менее в других то странах вот в израиле я читал создан чуть ли не целый город где таких людей собирают где специально изучают где все это продвигает и каким-то образом значит это в америке очень серьезно а у нас просто можно так сказать убили все это изучение особых свойств человека который если мы посмотрим почитаем жития святых в каждом святом в огромном количестве были то одно то другое то на самом деле они естественные свойства их надо бы знать и развивать действительно но мы-то еще и были как организации которая противодействовала дикости восприятия этого использование это вот в каком-то диком странном виде и перевод вот этой науки которые занимались в некое значит заработок грех ну в общем в общем вся такая вещь поэтому я надеюсь что все таки в где-то в глубине это изучается лаборатории есть и мы в конечном итоге увидим как это проявится потому что вот я выпустил ролик удивительные люди сегодня и это вот из этой серии вот эти люди причем каждый из них говорит это может каждый только давайте по обучаем давайте посмотрим как это сделать а у нас ничего на это ответить нечего сидят ученые которые к этому не прикасались они не знают как как что с этим делать они не понимают как тем более этому обучить из МГУ сидит академик и говорит да это какое-то будущее а это будущее должно было еще раньше у нас начаться потому что ведущие специалисты занимались этим когда в 93-м году начали все это разорять то разоряли деятельность десятилетиями существовавший тот же дульнев геннадий петрович николаевич какие замечательные исследования в институте проводил целая брау лаборатория работала почти три десятка лет и все это я когда-то в баунском университете вот уже будучи священником эту тему обсуждали там огромная была конференция баунским университетом создана она была создана для осознания как это можно в тех же ракетных войсках применять как значит стратегических так далее вот и там вообще столько всяких наработок выставляли что я буду счастлив что они живы и как-то действует у нас и помогают нашим военным держать безопасность так все очень интересно похоже на правду это про историю про историю но не не похоже на правда я пытаюсь все-таки через эту правду привести к тому чтобы осознание духа святаго в действии единения народа было главным что не какой-то минин который неизвестно вообще-то был или не или не был не князь пожарский вот поднял это все восстание этот дух святой вот этим людям помог собраться в народном единстве в патриотизме и на тот момент выгнать то что принадлежало можно так сказать западному духу поскольку ведь за этих период этих лже дмитриев во-первых очень сильно вступила в страну униатства у нас множество епархий перешли просто в униатство причем ближайших к москве там муромской епархии владимирской епархии то есть они все переходили в униатство в католицизм так можно сказать а патриарх филарет все это остановил причем они переходили на некоторых основах которые были вот в канонах русской церкви он изменил каноны он запретил ну и так много всего сделал поэтому там все было гораздо интереснее чем нам показывает вот они возмутились каким-то полякам и пришли гнать да нет они возмутились духу западному который пришел в москву и пытается значит здесь как и в первый поход пожарского и Липунова который действительно был по видимому по письму патриарха гермогена но был неудачным но патриарх то об этом говорил что здесь нарушают нашу церковную святость входит с оружием значит в храм не снимает головные уборы там и все остальное вот и поэтому если мы не осознаем вот этого что всегда на помощь значит нам когда мы на правильном пути приходит Бог и тогда мы побеждаем кем бы мы не были то у нас и не будет никакой дальнейшей общей истории правильного понимания но я вчера послушал встречу нашего президента с главами всех духовных конфессий нашей страны причем в этот раз не только четыре взяли вот какие-то наши основные а взяли многих кто представляет достаточно большое количество и разговор хороший хороший почему-то все время если в прямом эфире был ну ладно не будем об этом но я о чем говорю что вот в это в этом ролике что роль царя единоличника который берет на себя и духовность и государственное управление и святость можно так сказать то есть и государство и святость она ущербна ущербна это не может быть на мой взгляд в одном человеке что одному человеку приходится как петр взял на себя вот духовную то есть он император и он первый который патриаршество ликвидировал взял на себя все это право патриарха но при этом петр рубил головы сам у кремля и как тогда патриарха такого такого рассматривать точно то же самое получилось с царем Николаем вторым что он и патриарх и царь а при этом Столыпину дали власть и Столыпин 7 тысяч человек за террор который там происходил уничтожил повесил несколько тысяч человек в Сибирь отправил и все это восприняли ну как так может вот царь одной рукой благословлять благодеять а другой рукой рубить головы можно так сказать свету там всяким студентам значит и всем остальным огромное количество красный террор с 860 по по 937 год по 940 давайте говорить год а еще и вернулся в 52 году красный террор это это миллионы жизней миллионы и как раз патриарх то филарет он остановил вот такое можно так сказать кровавое месиво где могли за все что хочешь он взял на себя суд например крестьян и всех кто у него и суд был справедливым вернули все эти смертные казни за старообрядчество это уже после него даже после никона софья начала всех жечь так что я я пытаюсь этой истории показать что у орла должно быть две равноправных головы и равноценных и равнозначных а я вот вчера уж извините может быть так скажу но я вчера увидел что одна голова президент вот есть а все вместе то что выступает как духовность это не голова это не голова он уж простите меня все духовные лидеры или им не дают быть этой головой это другой вопрос вот так так похоже я опять уже слишком длинный комментарий делаю сейчас тридцать семь минут уже мы разговариваем а тридцать три минуты ну давайте еще семь минут до сорока дойдем кто-то сказал батюшка и сорок все хорошо не волнуйтесь светлана сморгунова батюшка я бы вас слушал слушал столько вопросов моих с вашей помощью разрешила душа моя тоже чувствует где правда а где ложь живите долго просвещайте нас грешных ну хорошо бы жить долго но хорошо бы жить вечно жить вечно жить вечно вот меня тут опять значит кто-то спрашивал что чего вы все о духовности нам так тяжело мы все вот такие сейчас и болезненные и нищие а вы все там со своим богом якшаетесь так можно сказать ну я то вам пытаюсь говорить о том что и то и другое нужно я никому не отказываю да будьте богатые пожалуйста да какая разница значит вы богатые или бедные если вы духовный то господь вам дает это богатство на вашу деятельность ради христа если вы грешный то вы богатство получите в свое погубление то есть вам без его даст чтобы вы чревоугодничали чтобы вы сребролюбничали и естественно гордились то есть гордыня вырастет сразу как ты получишь первый миллион то будешь прямо такой святой что все остальные нищие они какие то не такие я вам пытаюсь объяснить что в любом что в любом состоянии человек может быть святым несмотря на то что у него есть и что у него это и это выбрать нужно вам вам то есть вы должны осознать как господь к вам пришел и что вы у него просите вот так давайте вот вспомним о золотой рыбке сказку золотой рыбки вот три просьбы вот пришел бы к вам господь в виде золотой рыбки и предложил вот три ваших желания вы бы что попросили и естественно кто-то попросил бы богатство больной попросил бы излечение от болезни не имеющий работу попросил бы работу что в приоритете то а у христианина в приоритете должно быть царствие небесное первый вопрос то есть первые желания этой старухи которые там деду сказала иди там попроси корыто самые меньшие а мы такие вот вот как те старухи то есть пошел в церковь получил чего-то корыто получил ух ты здорово работает дай-ка я еще схожу я попрошу стиральную машину ага происходил стиральную машину он мне дал или как вчера описывает что мы сходили к спиридону спиридон квартиру дал работу дал значит дочери жениха дал то есть все спиридон дал а что он на самом деле хочет от вас этот спиридон что чтобы вы оказались в царстве небесном поэтому первое что нужно просить у господа царстве небесного в вечной жизни господи дай мне вечную жизнь а уже с вечной жизни начинается ваша жизнь здесь вот не вечная как говорится здесь вы уже разберетесь со своей жизнью потому что она становится другой если вы поняли что жизнь ваша вечная что господь вам ее подарил понятия об этом или веры в то что жизнь вечная оой как мало оой как редко встречается все мы умрем все время все мы умрем все мы смертное вот наif ваа у нас даже епископы призывали к причастию aggression да все равно все умрете хотя написано в писании в святом что праведники не умирают они от жизни переходят в жизнь а нет мы все умрем все я прекращаю а то превращается уже просто в разговоры тем более что и время подошло пока делаю обзоры еженедельные один раз в неделю если хотите можно почаще как скажете я то не против вам угодить если вам это нужно здоровья вам всем радости но и не унывать все уже доказали я уже читал что ученые разобрались что тот кто веселый и бодрый того вирус не верет а тот кто больной и грустный значит тот погибает первым аминь 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 Продолжение следует...